Привет всем стратегическим жевжикам, поиграем опять в Норсград, смотрите, очень сильное лобби, даже какое-то 4 золота есть, у нас 2 быка, олень, рысь, кракен, тут пока не извините, ну это вообще случайным будет играть. Ну, мне кажется, должно быть интересно, давайте попробуем, все, начинаем, от одного золотого избавились все-таки, будет железо, но все равно лобби очень сильное, попробуем с этой фигней победить, тем более карта еще Рагнарек, которую я люблю больше, чем обычный Норсград, потому что она посложнее, побольше вызовов, ну, приятного вам просмотра. Понеслась синенький бык, выходит на тропу войны, наверное, стоит сказать, все-таки, подумав и скинуть аналоги, ну, в Норсграде конкретно мы тут со всеми воюем, так что, да, на тропу войны. Так, вот тут у нас точно берег есть, здесь не будет берега с другой стороны, ну, 2 берега нам достаточно, главное, чтобы место было, в том плане, что там, например, на 3, ну, 3 места для здания, вот как тут, 5 мест. Мест, что 2, это будет плохо, потому что тут, видите, еще олень, то есть нам 100% на добычу оленей надо будет там ставить, тут берега нету, только эти тоже олени есть, как минимум еда у нас тут и тут имеется. Так, тут волков нету, кстати, тут проход куда-то сюда, вот эту территорию мы точно сразу заберем. Три здания, тут камень у нас, хорошо. Ага, рыба, ну, тут 2 здания, видите, не очень приятненько. Ну, в принципе, мы в будущем это улучшим, тут, видите, не надо ничего добывать, так что по-хорошему будет рыба, склад и военный лагерь. Явно сейчас волки будут. Две штучки, ага, 3 места и железо, ну, ладно, это еще более-менее. Так, я бы вторым брал вот эту все-таки область, поэтому я думаю, что нам... Блин, мне надо все области взять, и более того, мне где-то надо... Черт, где-то придется вот эту колонизировать, здесь, видимо, ставить лесопилку, дом лесоруба, потому что больше пока негде. Или здесь поставить, а здесь военный лагерь. Ну, все равно эту территорию точно надо будет забирать, потому что где-то военный лагерь. Нет, давайте, наверное, здесь. Вот здесь давайте. Блин, и не хватает, и негде дома поставить. Да, все-таки хреновое немножко место получается. Хреновое. Вот это то, что тут два здания, вот это плохо. Ну, ладно, как-то будем... Я не вижу, где мне дом поставить. Знаете что, мы, наверное, вот здесь обойдемся без рыбы вообще. Нам хватит двух оленей. А здесь мой дом... Так, блин, так, мы нам, наверное, с них... Хотя... Так, подождите, я, наверное... Можно не спешить пока с военным лагерем. Давайте мы, наверное, сначала... Вообще поставлю... Пристань дракаров. Потом дом. И только потом военный лагерь. Сейчас мы... Мы не можем спешить. Нету смысла защищать эту область быстро, потому что у нас просто не будет... Что там строить и что делать. Пока давайте заполним вот эти. Так, с умелой разработки начинаем. И тут волки, блин. Это плохо, что они отсюда будут нападать. Тоже. Потому что у меня тут на еду как раз... Все стоит. Так, ну вот следующим дом строим. Потом военный лагерь. Хотя... Пока нету девяти жителей. Тоже дом... Типа рановато строить. Военный лагерь реально сначала. Я думаю, что мы успеем... Построить дом к тому моменту. Да, давайте, наверное, военный лагерь. Сначала. У нас накопится еще 50 дерева. Тут нигде волки не нападают. Непонятно. Здесь вообще все понятно, что мы будем строить... Лагерь охотников. Пристань дракаров. И... Добычу... Железа какая-то из пигня. Рудник. Так, сразу... Поехали. Ну... Вроде должно хватить. Да. Сейчас будет вообще... В нулину хп, но... Что поделать. Зато забрали. Блин, может быть еще напал кто-нибудь отсюда. Просто надо бы переводить его, но с другой стороны хочется нанести урон. Так. Так, 80... Добываем. 144. Нормально. Я даже, наверное, сначала пристань дракаров, а потом... Должно до зимы накопиться. А потом охотников. Охотников. Нету ни... Кораблекрушения, чтобы лишнее дерево получить. Ни... Руинки. Все-таки сюда напал. Ну, чтобы убило этого раненого. Блин, я двух раненых сделал. Так, ладно, этого переводим. Этого сюда. Этого тоже переводим, чтобы... Не терять. Берем легионы. Кажется, за быка это лучший выбор. Так. Так, значит, сначала... Пристань. Потом оленеводов. Потом добычу железа. Тут важнее нам добычу железа, естественно, чтобы быстрее Торфена получить. Блин, вот это... Двоих раненых я сделал. Жалко. Чё, почему не показывает, сколько у меня раненых? Я только вижу, что два раненых. Где иконка с показателем? Ну, вот, теперь, если будут нападать волки, то вот этих раненых надо будет. Вообще, жалко. Вот я говорю, что плохо, что вот здесь волки, они сюда нападают. Вот тут тоже они есть. Почему они сюда не нападают? Я бы как раз раненых вел с ними воевать, и волки бы их загрызали. Кусали бы их за бачок, и всё на этом. Кушенный за бачок. Уходили бы в Вальгалу. Так, вот это у нас будет скаутом, скорее всего. Ну, нету смысла раненых скаутами делать. Они дольше исследовать будут. Ну, и скаутами мы делаем, когда зима наступает. Еды дофига. Чуть 50 не набрали, но, я думаю, за зиму мы наберём 50 и поставлю тут рудник. Это, наверное, за первый месяц. Что я открыл? Это быстрее добываем руду и железо. Тут больше мореходы дают. На 25% больше ресурсов. То есть, мореходы дают деньги и науку. Предание. Ну, славу это если тут переключить. Так, по умолчанию наука. И вот это мы будем получать предание и славу за убийство юнитов всяких. Так, второе железо у нас здесь. Мне кажется, тут будет второй камень, скорее всего. Выход ещё не очень такой приятный. Честно говоря. Так. Так, я раненых на горячую клавишу поставлю, чтобы если волки будут нападать, сразу их отправлять. Ну, вот это хорошее, конечно, место. Тут мы падших мореходов. Так, это... Нет, это, кстати, не другой клан. Да, вот мой второй. Нет, знаете, не хочу я открывать. Это, скорее всего, будут йотуны, мне так кажется. Это было бы важно, если бы тут были гномы, я бы их открыл. А йотуны такое. Я вряд ли с ними буду торговать, хотя... Всё может быть. Всё, давайте, может, сразу камень начнём тут добывать. У меня еды, в общем-то, дофига. Чем быстрее добудем, тем лучше. Только сейчас центр... А, вон где центр карты. Блин, я почему-то думал, что я снизу нахожусь. Так, ясненько. Так, слушайте, так я вот от этого своего соседа довольно сильно защищён. То есть, горами, и тут ещё нейтралы какие-то находятся. Давайте немножко подоткроем. Чтобы приблизительно понимать. Ага, это эльфы. Возвращаемся. Так, как я и говорил. Ранеными нападаем, чтобы их убило. Даже этих подержим ещё здесь. Волк хоть кого-то убил. Да ладно! Вот у меня микроконтроль, конечно, через жопу. Ну, это трындец. Мало того, что не убил, так я ещё тут... Ладно. Микроконтроль... Не моё. Не моё. Вообще, всё равно территория так себе, честно я вам скажу. Смотрите, тут два здания, опять же. То есть, опять мало... Зданий. Влазит. Плохо всё. Мне не нравится, короче, моё стартовое место. Вообще не быстрое. Но я вам хочу сказать, что... Мы практически полностью отделены вот от этого. Потому что тут эльфы, да? А вот здесь ещё пройти нельзя из-за озера. То есть, грубо говоря, вот так вот идёт стена приблизительно. Пока мы эльфов не убьём, мы к этому чуваку не приблизимся. Только проход вот здесь где-то получается. Так что мне надо смотреть, кто у меня вот тут в соседях. И с этим чуваком максимально быстро разбираться. Фига, кто-то по славе. Валит. Мне обидно нападают именно отсюда-сюда. Вот именно на той территории. Вот там, где никого нету, я могу спокойно разбираться с волками. Там, конечно, никого. Ну, я жду 15-ти железа, чтобы торфи накупить и зачистить. Вот это вот всё. Здесь я лекаря поставлю. 100%. Миллион лагов. Не знаю, у меня нормальный. Работает. Ну, пока просто ждём торфина, чтобы Славу и науку на волчатах Зарабатывать. Так, колонизация. Сразу мы и эту территорию, и эту. Тем более, это даст 50 науке. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты всё ещё не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Мы обе территории сразу зачистим. Не уверен, что буду сразу эту брать. Хотя... Чё откладывать. Тоже вот не стоило делать, чтобы война били, потому что он теперь не с полной силой будет атаковать. Но... Как мы... Кликнул не туда опять. Колонизируем. Добываем. Сразу тоже колонизирую. Какая там волки нападают. Да и 50... 50 науки не помешает. Так. Здесь улучшаем ратушу. Ждать нет смысла. Становимся танами. И тут сразу лекаря. Сразу воинам разберемся. Как я по науке вообще иду первым, да. Ну, это быки обычно. Ну, тут еще один есть бык, поэтому... Как минимум, значит, что я лучше него. Блин, лекарь... Сам раненый. Ладно, давайте пускай он сам себя сначала вылечит. Уже хобальтов победили, прикиньте. Нет, Торфена нету смысла лечить. Хотя... Давайте поселянина. Блин, вот это жалко, конечно. Лучше бы он умер и нам нового бы дали, чем я сейчас столько времени буду тратить на его лечение. Слушайте, давайте мы не будем тратить. Если нападут волки... Давайте я лучше сюда отойду. Просто я не буду сейчас зачищать эту территорию. Нападут волки. Да, и не убираю воина, потому что мы имеем... Так, ладно, надо взять сначала градостроителя и благословление Мерда, и улучшить все вот эти... Развить... Развить... Тут... Улучшаем... Гавань... Сейчас пока копим деньги, чтобы вот эту территорию... Развить... И сразу склад сюда. Следующая... Наверное, не эту территорию буду, а улучшу тарушку охотника. Надеюсь, что сейчас какие-нибудь волки сюда нападут, и я этого раненого кинул... Убиться об него. Мало дерева. Мне надо будет где-то еще, наверное, добычу дерева поставить. И мне бы еще апнуть, конечно, лагерь скаутов следующий. Так, апнуто, апнуто, апнуто. А сейчас лагерь скаутов. Надо... 59. Нормально, успеем до зимы как раз. Зашибись. Вот это, видите, уже чьи-то границы. Вот с этим чуваком мне надо разбираться будет. Ладно, знаете что, давайте... О, о, эльфы, 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 эльфы. Ну-ка. Блин, мы его практически вылечили. А он на этого нападает? Нет! Короче, я тупанул. Надо... Сейчас я обоих этих убью. Об эльфа. Я опять в очередной раз тупанул, а в очередной раз микроконтроль через жопу. Так, давайте, пока еще не наступила зима, хочу вот эту зачистить. Потому что, еще раз повторяю, это слава и наука. Валим. И двух свободных скаутов отправляем исследовать территорию. Еды у меня дофига. Этого сюда. А ну, обоих, ладно, сразу. Просто вот эти вокруг сейчас территории открою. Так. Так. Давайте кузню. А, блин, а мне ее... О, отлично. Я как раз закончил добывать камень. Паренек. Так, тут склад есть. Олень. Это олень у нас. Ну, олени надо как можно быстрее выносить. Разовью эту зону. И эту. Надо быстрее тут этих падших мореходов вызывать. Может, оленя полностью изучить. Я хочу пока вот эти вокруг, чтобы, ну, на чем-то прокачаться. Так, оружейник. Ждем военную подготовку, чтобы можно было апать. Военные лагеря. А почему у меня мало дерева, как я и сказал. А, короче, мне надо вот здесь добычу дерева поставить. Очевидно. Так. Так. Давайте добычу дерева сюда. Ну, да. чудо территориями даже нету смысла мне кажется брать надо быстрее все на своей сделать на своих территориях даже не буду эльфов открывать пока что а этих сразу сюда на добычу неожиданных союзников как в подписи написано вот и тут еще даже пройти хреново я вот от этого полностью чувака отделен так но мы далеко с ними я ничего не буду делать так здесь нам надо добыть это по фиолетовый так мне надо ему не дать меня это более чем устраивает сейчас мы подведем чтобы он камеру с моей страны находился ко мне поближе как я все зоны развил так но мне надо зачистить получается кому вот этого переведем а а Субтитры сделал DimaTorzok Опять микроконтроль через жопу, потому что я только чисто воина хотел убрать Не, а его надо... его надо гнобить постоянно Мне еще повезло с этими павшими мореходами Это вообще будет большой плюс против него Потому что еще на его территории это будет несчастье ему давать Он, видимо, решил не защищать эту Ну вообще логично У него пока не... А, нет, все-таки решил защищать Так, есть От этих он не сможет отбиться Вот этими просто... Куда ты? Слушайте, вот он у нас стырный, а Давайте-ка эту я заберу Так, и здесь Ахой! Ахой! Да господи, он еще и выжил Соси-ка! Так, все, с этим чуваком надо разбираться Думаю, очень долго Сисим в нем Так, тут необходимое я, в общем-то, открыл Конечно, защищенность бы побыстрее хотелось бы Но мне надо быстрее военные лагеря строить Дерево у меня дофига Так, тут, наверное, продал реликвию Давай, начинай делать Ну что с управлением? Ебаный Как тупо Он, кстати, не видит эту территорию Ахой! 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 Вот тут, кстати, мне не очень удобно Он может вполне нападать на меня Но я не могу Я до следующего лета не буду его трогать Дуфакс ВОЙ Ахой! Ах厉! Ах autumn audаль Вой 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 В отчет Субтитры делал DimaTorzok Очень ему хочется эту территорию забрать Окей Ну блин, ну и что с управлением? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, конечно, перемещение охренительное Блин, я еще не исследовал его территорию вообще Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да блин, ну что с управлением? Субтитры делал DimaTorzok Вообще-то трындец Субтитры делал DimaTorzok Блин, коричневый здесь Здесь уничтожил уже эльфов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Так, сейчас я еще успею реликвию выковать Субтитры делал DimaTorzok 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 Мне надо на алтарь оставить Да, будет еще Его желтый, ну он, наверное, желтый с этой стороны Я так понимаю, что я должен его убить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Просто чувак все слил Так, где у нас камни попадали? О, отлично Где-нибудь еще Ага, вот здесь Непаль, так и здесь и так я Что, в одном месте только у меня выпал? Интересно И вот тут еще Ладно О, он этих сделал своих А, ну тут мы отступим, пожалуй Ну мы должны добить Тут вопрос только юнитов на самом деле Ахово Ахово ВООО 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Там оранжевый, видите, побеждает по славе А, блин, как же я тут тогда алтарь поставлю Ну, короче, там, походу, дают человеку победить славой Судя по всему Так, где-то надо дом еще поставить Тут военный лагерь А может здесь алтарь лучше? Я, наверное, здесь алтарь поставлю Что я тут хотел? Так, здесь мы еще сделаем А иначе бы, кстати, серый побеждал славой И он бы меня развалил своими вот этими уникальными юнитами Они очень сильные Когда много славы То есть я успел его притушить раньше А там уже что, оранжевый побеждает? Ну, я не могу ничего с этим сделать Кстати, можно тогда вот эту территорию забрать Давайте, 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 давайте Кого улучшим? Давайте Ученых улучшим Или вообще не делать? Ладно, пока ничего не буду делать Так, слушай, а тут кто-то был, видимо Тут кракен был, его коричневый вынес Да, там был красный, походу Яростный натиск возьмем Так, что я тут армии стою Надо зачищать И получать за это на ум Ну, это, конечно, трындец Давайте посмотрим, кто То есть, желтый Я ему убил одного соседа Он даже не постарался на оранжевого напасть Просто трындец Да, да, да убил ему соседа желтому что какие проблемы у него было на оранжевого на постер объясните мне он он еще и к фиолетовому претензии предъявляет под по такси чё вот просто когда кто-то что-то не делает на карте сидит чего-то ожидает от других как вы как вы видите оранжевый убил своего соседа давайте я посмотрю оранжевый или нет почему-то зеленого убил коричневый а какого хера вообще коричневый ну ладно предположим коричневый убил красного коричневый убил зеленого сидит я убил вот этого фиолетового оранжевый сидел набирает очки то есть ты сидишь открываешь условия победы и видишь что твой сосед выигрывает по славе тут даже не дело в том чтобы его уничтожить ты просто зайди на его территорию не дай ему ну там же чтобы победить славой надо тогда тебе включу камеру чтобы победить славой надо 14 территорий за братья каждая следующая территория намного дороже в еде стоит отбери у него хотя бы одну территорию нет ты сидишь и смотришь просто как человек какая рази какая тебе разница ты и так и так проигрываешь смысл тебе сидеть ничего не делать причем с моей стороны тут вот этот фиолетовый не знаю как как этого цвета назвать которого явно правда серый я не знаю что и тут сделали в патче серый теперь почему-то вот такого цвета он же побеждал славой так чувак быстрее захватил территорию который освободил чувак катя сидит с тремя камнями обратите внимание него три камня железо три штуки я не знаю что вот давайте просто ну просто настолько бездарно отсидеться в фа это надо уметь просто трындец какой-то где тут сколько он апнул сдать да конечно больше всех апнул здание желтый больше всех улучшил ну не больше всех еще коричневые рядом улучшил существа ты для чего это все делал он даже армию ни разу не сделал а сколько у него могло быть армии блин сидит ну слушайте норсгард если кто смотрит и играет норсгард это не про то что строить домики вам тут надо на кого-то нападать в любом случае ну проиграли проиграли вот это просто трындец это так такое бездарное отсиживание со стороны желтого просто чувак знаете дал оранжевому выиграть просто коричневый вынес я просто не очень понимаю нафига коричневый напал на вот этого на зеленого то есть тут в некотором смысле опосредованно коричневый позволил оранжевому выиграть потому что освободил место для захвата территории иначе бы у оранжевого не было столько мест но на этом все по-моему веселая партия в любом случае получилось еще дайте я хочу глянуть красного когда коричневый тут вынес ну то есть в тот момент когда мы там а он просто сдался ну ты тоже конечно вот это вот так так вот дебилет играешь фуфа ну ты поборись хоть просто а он даже не нападал эти коричневый даже на красного не нападал красный просто сдался замуж что он увидел армию и после этого коричневый по-моему зачистил эльфов нет коричневый пошел сразу на зеленого а я знаю значит получается я думаю что коричневый сделал армию чтобы вынести красного но тот просто сдался увидев армию поэтому коричневый идет на зеленого то есть и красный опосредованно получается помог оранжевому выиграть когда вот и вот вы видели как этот мой соперник дрался до конца он реально просто до конца бился пока уже что не осталось никаких ресурсов желтый желтый оставался в игре сидел всю игру я не знаю на что он надеялся вот просто сидит здорово посидел поиграл лошадь против оленя мог вообще мог все вынести тут поэтому коричневый напал на зеленого сейчас еще хочу посмотреть быстро или дрался ли зеленый до конца там зеленый параллельно ага он потерял нет сдался все равно и этот сдался потерял одну зону вернул и обратно и сдался после чего коричневый кажется эльфов до вынес развернулся у него еще была армия пошел да пошел вынес эльфов да отлично возможно у коричневого сюда к фиолетовому как будто прохода не было мы же не знаем как территория была ну вот такая дурацкая игра никогда не поступайте как поступил желтый это просто всех остальных игроков фрустрирует очень сильно дать может даже репорт на него сделаем отсутствие активности за это давайте отсутствие активности на этом все играйте в умные игры всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео